Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, уважаемые наши коллеги, учителя. Мы рады приветствовать вас на нашей онлайн-встрече, которая проходит в автономной некоммерческой организации Центр дополнительного профессионального образования «Алифа-Диалог». Замечательный город Санкт-Петербург. Меня зовут Елена Робертовна Ведровская, и я руководитель нашей организации, и хочу представить вам сегодня наш новый проект «Учимся в Петербурге. Дни открытых дверей». На протяжении многих лет из разных регионов нашей большой, необъятной, прекрасной страны к нам на проекты онлайн приезжали представители разных городов и республик нашей страны. И вот в это непростое время мы решили организовать проект, который поможет и старшеклассникам, и абитуриентам, и родителям, и учителям сориентироваться в том, куда же все-таки пойти учиться. И если ваш выбор был замечательный город Санкт-Петербург, мы будем рады. И сегодня мы открываем наш проект «Первую встречу». Позвольте представить вам куратора проекта нашего, Каландарова Ксению Геннадьевну, которая работает с регламентом нашей работы и расскажет о наших дальнейших встречах. Передаю я и микрофон. Спасибо. Прошу отключить микрофоны всех участников. Если у вас останутся вопросы в конце встречи, вы можете воспользоваться микрофоном и задать его вслух. Или же в течение всей встречи написать ваш вопрос в чат, если вы не услышите какой-то ответ на ваш уже заданный вопрос. Мы благодарим вас за все эти вопросы, которые мы получили. Мы их обработали. И представитель Санкт-Петербургского государственного университета сегодня обязательно на них ответит. Но прежде несколько слов скажем о регламенте сегодняшней нашей встречи. Сначала мы с вами услышим и увидим Александра Леоновича Хуршудяна, представителя Санкт-Петербургского государственного университета, который нам расскажет о приемной кампании этого года, об особенностях поступления, об истории самого ВУЗа. Далее наша встреча будет связана с вашими вопросами. Да, и Александр Леонович на них ответит. Еще раз убедительно прошу вас отключить микрофоны, чтобы не создавать помехи. И еще раз напоминаю, что вы можете задать вопрос в чате, или если не услышите ответ на ваш вопрос, задать его вслух, включив ваш микрофон. А сейчас я передаю слово Александру Леоновичу Хуршудяну. Да, большое спасибо. Дорогие друзья, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас на нашей онлайн-встрече. Меня зовут Александр Леонович Хуршудян, я начальник управления по организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного университета. Я очень рад возможности пообщаться сегодня с вами. Большое спасибо коллегам из Центра Альфа-Диалог. Сегодня я бы хотел рассказать о университете, о его образовательных, научных возможностях, и, конечно же, о том, как будет в 2020 году проходить прием на обучение по основным образовательным программам, бакалаграта и специалитетам. Это то, что актуально для выпускников школ. Итак, дорогие друзья, Санкт-Петербургский государственный университет является одним из вибраций. Его деятельность регулируется законом о образовании в Российской Федерации, а также специальным законом, который был принят в 2009 году и регулирует статус Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета имени Ломоносова. Таких университетов в России всего два, которые имеют особый статус, закрепленный на уровне федерального закона. Одним из основных особенностей и преимуществ деятельности Санкт-Петербургского государственного университета является его открытость. СПБГУ ежегодно проводит большое количество мероприятий для абитуриентов. Это более 400 онлайн-презентаций образовательных программ. Таким образом, все поступающие могут ознакомиться как с содержанием программ, с тем, какие дисциплины изучаются в рамках освоения соответствующей программы, с тем, какие практики проходят студенты этих программ, какие есть международные связи, возможности это доустройство. Также, конечно, могут услышать рассказ о поступлении. Кроме того, университет проводит 52 лекции консультаций по различным предметам или комплексам предметов Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета. Наша Олимпиада, Олимпиада школьников, включена в перечень Министерства науки высшего образования по 17 предметам. Из них 15 имеет самый первый высокий уровень, что является, конечно же, показателем большой методической работы, которую наш университет проводит для поддержки, выявления талантами молодежи. Конечно же, к талантам молодежи относятся, по сути, все школьники. Олимпиада проводится практически по всем общеобразовательным предметам, охватывает как физико-математический блок, так и естественно-научный, и, конечно же, социально-гуманитарные предметы тоже в рамках нашей Олимпиады представлены. Кроме того, в университете ежегодно проводится более 100 очных дней открытых дверей. Это и общеуниверситетские дни абитуриента, которые проходят три раза в год, в здании 12 коллегий, когда школьники, их родители приходят в наш университет, могут услышать выступления руководства университета, задать все интересующие вопросы, а также пообщаться с коллегами, которые участвуют в реализации образовательных программ по всем направлениям подготовки, представленным в нашем университете, а также, конечно же, задать вопросы, услышать ответы от специалистов, которые в летний период работают в комиссиях по приему документов. Кроме того, дорогие друзья, учитывая все особенности, которые в этом году возникли, исходя из, к сожалению, пока что не сошедшего на нет эпидемиологического явления, с которым мы все столкнулись, университет активно расширяет онлайн-образование. Хотя, конечно же, мы говорим о том, что онлайн-курсы Санкт-Петербургского государственного университета создаются уже достаточно давно. СПБУ еще до развития эпидемиологической ситуации занимал одно из ведущих мест среди российских университетов по количеству онлайн-курсов, которые представлены на различных образовательных платформах. Это и платформа национальная российская платформа открытого образования, а также международная платформа Курсера, платформа Степик. Но, конечно, учитывая большую востребованность, которая есть у студентов различных российских университетов в получении онлайн-образования, в дистанционном обучении, исходя из того, что, к сожалению, аудитория университетов, институтов, академий сейчас закрыта, Санкт-Петербургский государственный университет, конечно же, такой возможностей студентам, а также учащимся, то есть школьникам предоставляют. Наш онлайн-курс открытый, вы можете с ними ознакомиться, и они, опять же, охватывают все области знаний, и физико-математическую, естественно-научную, и, конечно, социально-гуманитарную область их. Санкт-Петербургский государственный университет, как я уже сказал, является одним из ведущих университетов России. Он был основан почти три века назад по указу императора Петра Великого. За почти 300 лет своей истории университет подготовил множество выпускников, которые внесли огромный вклад в развитие российского государства и общества российской науки и культуры. Среди выпускников СПБГУ руководители российского государства и правительства, выдающиеся ученые и выдающиеся... Расскажите, кем я могу стать? Университет подготовил шесть лауреатов Нобелевской премии по всем четырем научным номинациям. Это такие номинации, как физика, химия, физиология и медицина и экономика. Кроме того, три лауреата Нобелевской премии являются не выпускниками, но универсантами. Они либо работали, либо в настоящее время работают в Санкт-Петербургском государственном университете. Здесь, дорогие друзья, на слайде вы видите портреты выпускников и универсантов, которые были лауреатами Нобелевской. Дорогие друзья, информация, которую сейчас вы видите на слайде, она касается положения университета в международных рейтингах. СПБГУ представлен во всех ведущих международных рейтингах и рейтинг QS, и рейтинг Times High Education, и ОРВО, Пекинский международный рейтинг университета. Приведу только один пример. В рамках рейтинга QS СПБГУ входит в число 250 ведущих университетов мира, а если брать регион Восточной Европы и Центральной Азии, СПБГУ занимает второе место, опережая такие известные авторитетные зарубежные университеты, как Гелонский университет в Кракове, Польская республика, Карлов университет в Праге, Чешская республика, как университет Тарки, Эстония. Дорогие друзья, как я уже говорил, Санкт-Петербургский государственный университет реализует образовательные программы по очень широкому спектру знаний. Все области, которые реализует университет, они, конечно же, коррелируют общообразовательным предметом. Все, что вы изучаете в школе, затем может быть, естественно, продолжено в стенах Санкт-Петербургского государственного университета. Что очень важно при обучении наших студентов? Конечно же, это материально-техническая база. В СПБГУ создан и функционирует один из ведущих университетов научных парков России, которые включают в себя 26 ресурсных центров. Стоимость оборудования, которое находится в этих центрах, превышает 7,5 миллиардов рублей. Хотел бы сказать о том, что оборудование, оно доступно не только ученым, СПБГУ или других организаций, оно доступно также студентам. Все наши обучающиеся, которые осваивают программы физико-математического и естественного научного блока, они, конечно же, активно работают с этим оборудованием в рамках подготовки курсовых, подготовки выпускных квалификационных работ. По заключению кафедры и рекомендации научного руководителя, наш студент уже на втором, третьем, естественно, на четвертом курсе может выполнять свои изыскания с использованием высококлассного оборудования научного парка. Что, конечно же, делает результаты исследований и изыскания наших студентов более точными и более применимыми на практике, способными к внедрению не через 10, 15, 20 лет, а уже в очень скором будущем. Дорогие друзья, если мы говорим о материально-технической базе, то, конечно, мы говорим о лабораториях научного парка, ресурсных центров, а также о тех лабораториях, которые созданы в рамках поддержки, которую осуществляет правительство Российской Федерации, учредившие грантовые конкурсы, победители которых получают достаточно большой объем денежных средств на проведение фундаментальных и прикладных исследований. Такие исследования в Санкт-Петербургском государственном университете активно ведутся. Научная структура СПБГУ включает достаточно большое количество научных лабораторий. Это, помимо того, о чем я сказал, применительно к научному парку СПБГУ. Если же мы говорим, дорогие друзья, о социально-гуманитарной области знаний, то, конечно же, большую роль в обучении наших студентов играет научная библиотека имени Максима Горького СПБГУ, которая насчитывает более 7 миллионов единиц хранения, в том числе редкие, древние книги. Они доступны нашим студентам. Кроме того, конечно же, СПБГУ проводит не только политику по обеспечению доступа наших студентов к книгам, к научным изданиям, к учебно-методическим пособиям, но и осуществляет подписку в электронном варианте на ведущие мировые научно-периодические издания ведущих университетов мира, университетов Западной Европы, Северной Америки, все эти ресурсы доступны для наших студентов и обучающиеся, конечно, в первую очередь по социально-гуманитарным направлениям, но также по физико-математическим и системам научным, выполняют свои исследовательские работы, пенсовые, выпускные и квалификационные работы, могут проводить компаративистские исследования, сравнивая содержание научного дискурса и ту проблематику, которая рассматривается в России, с зарубежными подходами. Конечно же, это, безусловно, обогащает результаты научных исследований наших студентов. Дорогие друзья, здесь на слайде вы видите образец диплома Санкт-Петербургского государственного университета. Как я уже сказал, федеральный закон о СПБГУ и МГУ имени Ломоносова предоставляет нашему университету право выдавать диплом собственного образца. И таким правом университет пользуется с 2010 года. Я хочу сказать о том, что в диплом включаются сведения, которые предусмотрены в рамках федерального нормативного регулирования, так и дополнительная информация. Поскольку диплом играет первоочередную роль в построении профессиональной карьеры нашего выпускника, когда выпускник приходит в организацию работодателя для трудоустройства, работодатель имеет возможность ознакомиться с тем, какие дисциплины изучал наш студент, но также узнать, какие преподаватели в виде занятий. Кроме того, наш диплом имеет графический идентификатор, QR-код, который вы видите в образце диплома. С помощью этого QR-кода работодатель может ознакомиться с портфолио нашего выпускника, посмотреть его выпускную квалификационную работу, ознакомиться с отзывом на эту работу, с рецензией, а также узнать, какие были достижения у нашего выпускника. Конечно же, это формирует достаточно глубокое представление работодателя о том, что студент знает, что он умеет, и что он может предложить работодателю, если он решит принять его на работу. Необходимо сказать о том, что диплом из-под формии был двуязычный, выпускники университета востребованы не только в Российской Федерации, но и в зарубежных странах. Наши выпускники работают по сути по всему миру и, конечно же, и двуязычный характер диплома и возможность ознакомиться с портфолио нашего выпускника дают достаточно серьезное для наших выпускников преимущество, потому что работодатели берут нашего выпускника не вслепую и не только по результатам собеседования, но и знакомятся с теми достижениями, которые есть у нашего студента за 4 года учебы на бакалавриате, 5 лет учебы на специалистике, правда, двухлетнего обучения, магистратуры, что, конечно же, очень позитивно воспринимается как нашим студенческим сообществом, так и, конечно же, нашими партнерами работодателем. Хотел бы сказать о том, что у университета есть достаточно много программ академической мобильности. Эти программы позволяют нашим студентам осваивать образовательную программу не только в стенах Санкт-Петербургского университета, но и за рубежом в течение одного или двух семест наводится конкурс, который предусматривает учет достижения студента в учебе, в научной деятельности, оценку уровня знания иностранного языка. Если студент имеет достаточно хорошее достижение, хорошо владеет языком, он направляется на включенное обучение за рубеж. У нас более 300 университетов партнеров в достаточно большом количестве регионов мира. Опять же, Европа, Восточная, Центральная, Западная, Северная, Южная Америка, Азия. Поэтому выбор широкий у студентов. И я хотел бы сказать о том, что не только наши студенты уезжают за рубеж, но и студенты зарубежных университетов партнеров приезжают учиться в Санкт-Петербургском государственном университете, что говорит о том, что наш университет является научно-образовательным центром мирового уровня, он достаточно хорошо известен за рубежом, востребован, поэтому возможность учиться какое-то время в СБГУ, она достаточно активно используется нашими партнерами из за рубежа. Да, приведу только несколько примеров. Ведущий университет Генеративной Республики Германия, соответственно, Гамбургский университет, Свободный университет Берлина, наши партнеры из университетов Франции, Испании, Италии. Программы академической мобильности развиваются с каждым годом и количество студентов, принимающих участие в программах мобильности растет. Дорогие друзья, я уже говорил о взаимодействии университета с работодателем, с организациями работодателем, с профессиональными сообществами на их трапе сообществами. Хотел бы сказать о том, что университет является классическим, дает фундаментальное образование, основанное на достижениях научных школ СПБГУ, которые насчитывают многолетнюю историю, но здесь было бы неправильно думать о том, что образование университета костное, оно исключительно теоретическое. Это, безусловно, не так. Образование СПБГУ является одновременно фундаментальным и практикоориентированным, что обеспечивается через активное взаимодействие СПБГУ с организациями работодателями в самых разных формах. Работодатели действуют в составах учебно-методических комиссий университета, то есть они занимаются непосредственно разработкой той документации, тех материалов, по которым учатся наши студенты. Это и учебные планы, где указана информация о том, какие дисциплины осваивают наши студенты. Это и контрольно-измерительные материалы, то есть то, по чему дают наши студенты экзамены. Работодатели дают нам советы о том, какое дисциплине уделить большее внимание, которое может быть меньшее внимание, какие сейчас вопросы востребованы на практике в первую очередь. Таким образом, работодатели предлагают темы курсовых и выпускных квалификационных работ. Таким образом, образование обеспечивается интегральным, как фундаментальным, как я уже сказал, так и практико-ориентированным. Поэтому, исходя из портфеля образовательных программ, которые университет реализует, если вы поступаете на программы в области информационных и в области математики, в области естественных наук, биология, химия, география, геология, в области социально-гуманитарного знания, таких программ у нас много, юриспруденция, лингвистика, политология, социология, история, востоковедение и африканистика, вы становитесь профессионалом, который может быть востребован в самых разных качествах. Вы можете быть сотрудником организаций, которые занимаются прикладными вопросами, да, вопросами производства, вопросами обеспечения деятельности различных областей экономики. Да, если это биологи, то это, соответственно, химико-фармацевтическая, медико-биологическая сфера. Область химии также, конечно же, безусловно, с этим связана. Если это, например, юриспруденция, то вы занимаетесь вопросами правового обеспечения деятельности в самых разных областях, которые, естественно, активно востребуются экономикой. Поэтому вариантов вашего трудоустройства очень много, и наше партнерство с работодателями здесь играет очень важную роль, потому что работодатели уже на этапе учебы видят наших студентов, когда действуют в составе государственных экзаменационных комиссий. Они проверяют государственные экзамены, которые выполняют наши студенты, они знакомятся с выпускными коллекционными работами, которые презентуются в рамках защиты. А это делается на государственной итоговой аттестации. Работодатели активно задают вопросы, получают на них ответы. И у нас очень распространены случаи, когда работодатели приглашают наших выпускников на работу, познакомившись с ними на этапе государственной итоговой аттестации. Дорогие друзья, конечно же, хотел бы сказать о том, что университет это не только учеба, это не только наука, но это активная не учебная деятельность. В СПБПУ достаточно развитая спортивная трактура, у нас есть бассейн, у нас есть площадки для занятий игровыми видами спорта, как крыльпий, так и открытый. Поэтому возможности для саморализации университета для студентов очень большие. Видите, на слайде у нас есть 30 спортивных объектов, общая площадь составляет почти 15 тысяч квадратных метров, занятия проходят по 21 виду спорта. Кроме того, мероприятия у нас проводятся вне учебного характера, связанные не только со спортом. У нас есть культурные мероприятия, у нас есть творческие коллективы, хор, вокальные коллективы, возможность заниматься на музыкальных инструментах. Кроме того, у университета есть конкурс для поддержки студентов, их инициативы в области научного творчества. Конкурс называется Стартап СПБГУ, проводится с 2016 года при поддержке Эндаумент фонда СПБГУ. Это фонд, который происходит вложение на благотворительной основе разными людьми на счете степени нашими выпускниками. Возможность этого фонда позволяет предоставлять финансовую поддержку победителям и призерам конкурса Стартап СПБГУ. Наши студенты занимаются различными разработками и те денежные призы, которые они получают, они призваны помочь выплатить эти разработки на практике. Такая деятельность, как я уже сказал, ведется 4 года, и она очень востребована. Команды самые разные и проекты разные. Как вы видите, здесь у нас такие проекты есть, как пластырь для контроля сахара в крови, медицинская область, ТД-принтер для печати зубных простезов, антибактериальное покрытие для стен. Соответственно, такие достаточно интересные разработки, они кажутся в значительной степени или в какой-то степени частыми, но все частности складываются в некую общую картину. Поэтому, конечно, мы стремимся к тому, чтобы наши студенты вносили значительный вклад в развитие российской экономики в самых разных областях. И здесь как раз медицинская область, область высоких технологий в лечебной деятельности она достаточно активно востребована. Дорогие друзья, и теперь я бы хотел, конечно, перейти к той части, которая вас интересует, может быть, в наибольшей степени. Хотя, на мой взгляд, конечно же, рассказ об университете очень важен, поскольку мы всегда рады, когда к нам приходят абитуриенты, которые уже поучаствовали в наших мероприятиях, в онлайн-презентациях, посетили наши дни абитуриента. Их выбор осознанный. Конечно же, мы рады приветствовать в наших стенах всех абитуриентов, стремились всегда рассказать о том, что мы всегда представляем университет. Но, естественно, вопрос о том, как поступать, он играет очень большую роль. Итак, дорогие друзья, в 2020 году прием Санкт-Петербургского Университета открыт на 421 образовательную программу. Из них 119 программ реализуются по уровню бакалавриата и специалитет. Это то, что востребовано выпускниками школ. Эти программы, как я уже говорил неоднократно, относятся к различным властям знаний. Это и естественные науки, и физико-математические науки, и науки об обществе, и гуманитарные науки, а также область искусства и культуры. Дорогие друзья, здесь вы видите слайд, который демонстрирует, как выглядит сайт Санкт-Петербурга Университета spbo.ru. Если вы зайдете на этот сайт, я всем очень рекомендую для него зайти, ознакомиться с информацией об университете. Там достаточно хороший информационный раздел, где представлены сведения о том, какая научная работа, экспертная работа, образовательная деятельность в университете. Посмотрев сайт, вы увидите раздел поступающего. Он здесь обведен упростом прямоугольником. Вы кликаете на данный раздел и переходите далее в раздел приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного университета. На слайде представлен вид данного раздела. Для вас актуален уровень бакалавриата, соответственно, слева он будет представлен. Кликнув на соответствующую ссылку, вы увидите перед собой страницу, так как она продемонстрирована на слайде. Здесь есть вся информация о поступлении в Санкт-Петербургский государственный университет на программы бакалавриата и специалитета в 2020 году. Это, естественно, и правила приема, достаточно большой, но очень важный документ. Я, конечно же, всем советую с ним ознакомиться. Это перечень образовательных программ, я о нем чуть далее скажу. Информация о приеме на целевое обучение, сведения о минимальном балле, который подтверждает успешное прохождение вступительного испытания, информация об особенности проведения вступительного испытания для лиц и граничных возможностей на здоровье, инвалидов, сведения о правилах показа работы, апелляции, об учете или инвестиционных достижений. И другая информация, которая нужна вам для того, чтобы понимать, как вы будете поступать. все плитки, которые вы здесь видите на слайде, они являются активными гиперсиками. Я рекомендую вам с ними, конечно же, ознакомиться со всеми этими сведениями, которые размещены в разделе бакалавриат страницы приемной комиссии СПБГУ. Итак, дорогие друзья, информация о таком документе, который называется информация о перечне образовательных программ бакалавриата и специалитетах, на которые проводится прием в 2020 году, перечне и формах проведения вступительных испытаний, значениях минимальных баллов, подтверждающих успешное прохождение приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списка поступающих, контрольных цифрах приема и плане приема. Дорогие друзья, хотел бы чуть более подробно остановиться на данном документе, который играет первоочередное значение, играет первоочередную роль при том, что вам необходимо знать для поступления. Итак, дорогие друзья, здесь есть столбец наименования направления подготовки или специальности при поступлении. Есть, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации, классификатор всех направлений подготовки и специальности. Соответственно, здесь направление и специальность из этого классификатора представлены. Например, математика направление имеет шифр 01.03.01, при этом 03 это шифр программа бухгалтериата. Соответствующее направление подготовки относится к углубленной группе математика и механика. Далее, образовательная программа математика, форма обучения очная, контрольные цифры приема 55, внутри них есть у нас особая квота 6 мест, также план приема на договорные места 7. и вступительные испытания с приоритетностью. Приоритетность играет роль в случае равенства количества конкурсных баллов, то есть баллов за ЕГЭ и за индивидуальные достижения. У нас при приеме на образовательную программу математики проводятся вступительные испытания по математике, информатике информационно-конформационной цифрологии и по русскому языку. Экзамены проводятся в формате ЕГЭ. При этом, дорогие друзья, необходимо сказать о том, что установлен у нас минимальный балл, который подтверждает успешное прохождение вступительного испытания. В большинстве случаев он составляет 55, но в ряде случаев он выше. Например, при приеме на программу математика он составляет 75 баллов в общеобразовательном предмету математика. Необходимо понимать, что минимальный балл он не дает при его наличии гарантии поступления на бюджетную основу. Минимальный балл только дает вам возможность быть допущенным конкурсом. При этом балл, который позволяет зачисляться на бюджет, он, конечно же, значительно выше. Он определяется по итогам приемной кампании. С этим баллом вы можете ознакомиться в разделе информации о приеме прошлых лет на странице баклариата приемной комиссии СТБГУ. Информация о минимальном балле нужна для того, чтобы вы сможете вычислить в конкурсе или не сможете. Также есть такой столбец, как балл для использования особых прав по олимпиадам. Как вы знаете, абитуриенты имеют возможность зачисляться без экзаменов или получать 100 баллов по предмету в каких-то в случае, если они являются победителями или призерами олимпиад школьников, которые проводятся в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Для того, чтобы использовать соответствующее особое право, необходимо подтвердить его баллом ЕГЭ. Соответственно, этот балл представлен в столбце минимальный балл для использования особого права. Детальная, подробная информация о том, какие олимпиады необходимы для того, чтобы такое особое право появилось, какой должен быть их уровень, должны ли вы быть только победительным или можете быть победителем или призером, и какое конкретно особое право вы получите, возможность зачисляться без экзаменов или возможность получить 100 баллов, а содержится в разделе информация для победителей и призеров Олимпиад. Одна из плиток, которую я вам показывал на странице приемной комиссии с ПБ Гугл. Если вы, дорогие друзья, являетесь победителем или призером Олимпиад, конечно же, советую ознакомиться с этой информацией и определить для себя, какая программа вам ближе и также какое особое право вы сможете получить. Далее, дорогие друзья, на том стадии, который вы видите сейчас, в этой таблице есть такой стадий, который называется форма проведения степени воспитания. Как вы видите, она письменная для большинства образовательных навек. Хотел бы сказать о том, что в Санкт-Петербургской государственной университет прием проводится по результатам ЕГЭ, по результатам ЕГЭ, практически на все образовательные программы. Да, в соответствии с федеральным законодательством СБУ имеет право проводить вступительные испытания дополнительные, как профессиональные или творческие, так и профильные направленности. Вступительные испытания профильной направленности дают возможность выбрать университету один предмет и по нему, помимо представления абитуриентов производства ЕГЭ, проводить экзамен. Но Санкт-Петербургский государственный университет осознанно не пользуется данным правом и принимает абитуриентов только по результатам ЕГЭ. Дополнительные вступительные испытания проводятся в университете только для образовательных программ, где есть испытания профессиональной либо творческой направленности. Такие программы журналистики, дизайн, актерское искусство и других программ, с ними вы можете ознакомиться на странице приемной комиссии в соответствующей таблице. Поэтому для подавляющего большинства образовательных программ проходить дополнительные вступительные испытания не требуются. Вы представляете только результаты единого государственного отдела. Что касается столбца, которым я сказал самую правую информацию письменную, необходимо учитывать, что есть ряд абитуриентов, их немного, но такие категории есть, которые вправе проходить вступительное испытание, проводимое университетом самостоятельно, фактически это испытание заменяет собой ЕГЭ. Что это за категории абитуриентов? Это иностранные граждане, это инвалиды, это лица, поступающие на базе среднего профессионального образования, выпускников колледжей, или высшего образования, те, кто хотят учить второе высшее образование. Эти лица могут проходить вступительные испытания по всем предметам, которые в табличке обозначены, независимо от того, сдавали они ЕГЭ или не сдавали, независимо от того, какой результат на ЕГЭ им получат. Кроме того, есть такая категория абитуриентов, как лица, проходившие государственную итоговую тестацию не в форме ЕГЭ. Это, как правило, учащиеся зарубежных школ. Они, если не сдавали ЕГЭ, специально не записались в Россию на значение ЕГЭ, могут также проходить вступительные испытания, которые проводят Санкт-Петербург государственные университеты самостоятельно. Но в целом, отвечаю вопрос о том, нужно ли сдавать дополнительные экзамены. Хотел бы еще раз ответить. Для большинства образовательных программ дополнительные испытания сдавать не нужно. Главное иметь результаты ЕГЭ. Дополнительный экзамен вы будете проходить только в том случае, если вы для себя выбрали образовательную программу творческого характера. Там есть вступительные испытания в форме творческого конкурса, которое, конечно, предусматривает проверку определенных творческих и профессиональных знаний и навыков у вас. Итак, дорогие друзья, здесь на слайде вы видите, опять же, представление страницы приемной комиссии Санкт-Петербурга университета. Если вы посмотрите в левый нижний угол, вы видите красный прямоугольник, который выделяет ссылку на личный кабинет поступающего. Личный кабинет поступающего является информационной средой, которая позволяет любому абитуриенту удаленно представить документы для поступления на программу бакалавриата и специалитика. Дорогие друзья, как вы знаете, в силу эпидемиологических обстоятельств, о которых я уже говорил, в этом году прием будет проходить не так, как ранее. Министерством науки и высшего образования издан приказ, согласно которому устанавливаются особенности поступления на 2020-2021 учебный год. Если ранее абитуриенты могли приезжать в университет, подавать документы лично, либо направлять их с использованием операторов почтовой связи общего пользования, сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Документы подаются исключительно с применением информационно-телекоммунициативного информационных технологий через интернет. В СППГУ соответствующая электронная среда создана достаточно давно, но если раньше подача документов через личный кабинет была одним из способов участия в конкурсе, получения нами документов, теперь это единственный возможный способ. Вам необходимо, дорогие друзья, зарегистрироваться в личном кабинете поступающего, ссылку на которую вы видите здесь на слайде, внести данные о себе и выбрать интересующую вас образовательную программу. В соответствии с федеральным нормативным регулированием вы можете выбрать для себя в рамках одной образовательной организации программу по трем направлениям подготовки. Хотел бы подчеркнуть, что в рамках одного направления подготовки может быть не одна, а несколько образовательных программ. Таким образом, друзья, вам нужно обратить особое внимание на табличку с портфелем образовательных программ, которую мы с вами достаточно детально разбирали несколько минут назад. По классификатору и по привязке программ к направлениям подготовки или специальности вы сможете понять, в рамках одного направления одна только программа или несколько. Главное, для вас не превысит лимит программы по трем направлениям или специальности. Дорогие друзья, также в личном кабинете вы будете загружать сканированные копии тех документов, которые необходимы для вашего участия в конкурсе. Это заявление о приеме, которое будет сформировано после ввода вами данных о себе в личном кабинете. В это заявление распечатаете, поставите собственноручно подпись, отсканируете и загрузите в личный кабинет. Кроме того, вам необходимо будет представить скан-копию документа, удостоверяющего вашу личность и гражданство. Для подавляющего большинства абитуриентов это будет вы сканируете первый разворот, есть ваша фотография, фамилия, имя, отчество, серия 0. Номер документа, информация о том, кем и когда вам необходимо будет представить скан-копию документа об образовании. Для подавляющего большинства абитуриентов это аттестат о среднем общем образовании. Если кто-то поступает в университет на базе профессионального образования, вы будете представлять диплом о среднем профессиональном или высшем образовании. Кроме того, вам надо будет представить фотографию в электронном виде, особенно это актуально для тех, кто будет проходить вступительные испытания проводимые университетом самостоятельно, либо ввиду того, что абитуриенты относятся к ранее названным категориям абитуриентов, либо если же вы для себя выбрали все-таки творческую образовательную программу. Таким образом, документов немного, которые вы будете подгружать. Это заявление о приеме, еще раз быстро повторяю, скан-копия документов о достижающем личности гражданства, скан-копия документа об образовании и фотографии. Кроме того, вы можете представить документы, которые свидетельствуют о наличии у вас индивидуальных достижений. Такая категория, как индивидуальные достижения появилась в рамках приема несколько лет назад. Я думаю, что такое словосочетание вы слышали и слышите от меня не первый раз данное понятие. Что это за достижения? Достижений достаточно много, все они подробно перечислены в правилах приема. Есть у нас блок достижений в области спорта, начинают очень высокие достижения, которые, наверное, не для большого количества абитуриентов актуальны. Статус победителя, призера олимпийских игр, чемпиона мира и Европы. Но есть в области спорта что-то более распространенное, например, золотой значок ГТУ. Кроме того, есть достаточно большой блок достижений в области интеллектуальных соревнований, статус победителя, призера третьего регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, статус победителя или призера Олимпиад школьников, которые включены в перечень Министерства образования, науки, но не используются для получения особого права, да, про особые права, я чуть раньше сказал. Также достижения в рамках других интеллектуальных соревнований. Также дополнительные баллы, баллы за индивидуальные достижения начисляются при наличии у вас статуса в среднем общем образовании с отличием, либо наличие диплома о среднем профессиональном образовании, также с отличием. Опять же, дорогие друзья, очень рекомендую с перечнем индивидуальных достижений достаточно внимательно ознакомиться, открыв правила приема. Там все подробно перечислено, какие достижения, какие документы вы должны представить, а также, сколько баллов вы получите в связи с наличием соответствующих достижений. Кроме того, друзья, что вы еще можете продолжать в личном кабинете, и что нам всегда очень приятно видеть, это документы, которые свидетельствуют наличию у вас таких достижений, которые дают вам особые права. Это возможность зачисляться без экзаменов и получить 100 баллов. Соответственно, у нас зачисляются без экзаменов победители или призеры четвертого, заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников в зависимости от предмета. Да, у нас есть соответствие между образовательными программами и предметами Всероссийской Олимпиады школьников для зачисления без экзаменов. Дорогие друзья, если среди вас есть победители или призеры в нашей службе, победители или призеры Всероссийской Олимпиады школьников, поздравляю вас. Это отличное, очень высокое достижение. Будем рады вас видеть для абитуриентов и студентов университета, как и всех других абитуриентов. Мы, конечно же, тоже рады, очень рады видеться. Также, дорогие друзья, перечнем Олимпиады, как я уже говорил, те Олимпиады, которые включены в перечне Минобранауки России. Тоже вы с конкурсом соответствующего Олимпиадного диплома представляете нам в личном кабинете. Кроме того, для участия в конкурсе в рамках поступления на особую или на целевую квоту, вы тоже документы подборожаете через личный кабинет поступающего. Дорогие друзья, здесь на слайде вы видите информацию о процедурах зачисления. Это очень важная информация, которая в этом году значительно отличается по срокам, по датам от того, что было ранее. Если ранее в правилах приема были четкие сроки окончания приема документов и сроки зачисления, теперь, к сожалению, ситуация изменилась, исходя из эпидемиологической обстановки. Сейчас фиксированная дата это только дата начала приема документов. Прием документов на программы бакалавриатов и специалитета начнется 20 июня 2020 года. То есть, чуть больше, чем через месяц. Прием документов будет продолжаться до наступления определенного момента. Если раньше дата окончания приема документов у тех, кто поступает на программу, где требуется прохождение вступительных испытаний дополнительных, либо же хочет давать вступительные испытания, относясь к определенным категориям абитуриентов, прием документов завершался 7 или 10 июля. А теперь срок другой. Срок такой на 9-й календарный день после объявления результатов последнего государственного экзамена, единого государственного экзамена. К сожалению, пока мы вам не можем назвать точную дату, когда прием документов завершится. поскольку еще не издан федеральный нормативный акт, устанавливающий актуальные даты единого государственного экзамена. Как только такой акт будет издан, мы получим разъяснение с данным номером науки, какие даты необходимо учитывать в качестве дат завершения приема документов и проведения процедур зачисления. Безусловно, информация об этой дате будет опубликована на странице приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного университета. Пока мы говорим на 9-й календарный день после объявления результатов последнего ЕГЭ, это для тех лиц, которые будут сдавать испытания проводимые университетом самостоятельно. Если абитуриенты поступают только по результатам единого государственного экзамена, завершение приема документов осуществляется на 23-й календарный день после объявления результатов ЕГЭ. А раньше, дорогие друзья, это была фиксированная дата. фиксированная дата. 26-й июля. Теперь ситуация изменилась. Потом у нас происходит зачисление в соответствии с приказами на Барнауке России об особенностях приема на 2020 год. У нас идет на следующий календарный день после завершения приема документов опубликование аранжированной перечни абитуриентов, где идет соответственно расстановка абитуриентов по количеству баллов, которые ими набраны, баллы за вступительные испытания и баллы за индивидуальную бесплату. После этого на второй календарный день, после завершения периода приема документов, у нас есть такая дата, как окончание приема документов у тех, кто поступает по особой квоте, либо по целевой квоте, либо без экзамена, в случае, если изначально абитуриент подал документы для поступления без экзамена с заявлением и согласен с зачислением в один ВУЗ, а в другой ВУЗ указал, что он тоже хочет сочетаться без экзаменов, но пока заявление в другом месте содержится, в другом ВУЗе. Это на второй календарный день. На третий календарный день после завершения приема документов издаются приказы о зачислении. Те, кто поступает без экзаменов, те, кто поступает по особой квоте, это инвалиды, сироты и ветераны боевых действий, и те, кто поступает по целевой квоте, имеет договор о целевом обучении. Таким образом завершается период приоритетного зачисления, после чего у нас наступает зачисление по общему конкурсу, дорогие друзья. Зачисление по общему конкурсу проходит в две волны. Здесь изменений по сравнению с предыдущими годами не произошло. В рамках первого этапа зачисления по общему конкурсу закрывается 80% бюджетных мест, а в рамках второго этапа зачисления на 20% оставшихся мест. Итак, для того, чтобы зачисляться в рамках первой волны, первого этапа зачисления по общему конкурсу. Есть тоже дни, когда необходимо подать документ для зачисления. Это заявление о согласии на зачисление. Если раньше это был оригинал тестата, оригинал документа об образовании, теперь это заявление о согласии на зачисление с обязательством представить оригинал документа, но не летом, а в течение первого учебного года. И также в заявлении о согласии на зачисление указывается, что абитуриент другие вузы подать заявление. Итак, в рамках первого этапа зачисления по общему конкурсу необходимо представить приемную комиссию согласия на зачисление, с такими обязательствами, не позднее 6-го календарного дня после завершения приема документов. Идет зачисление на 80% из них, исходя из конкурсной ситуации, сколько баллов абитуриенты набрали. Потом второй этап зачисления, необходимо представить заявление о согласии на зачисление на 11-й календарный день после завершения приема документов. Соответственно, если вы представили соответствующее заявление о согласии на зачисление с приложением обязательства представить оригинал в течение первого года, то вы будете зачислены, если у вас достаточное количество баллов, в рамках второго этапа зачисления по общему конкурсу, в рамках второй волны. То есть, дорогие друзья, еще раз подчеркиваю, в 2020 году для зачисления на бюджетные места предоставлять оригинал аттестата о среднем общем образовании не требуется. Вы подаете в университет такой документ, который называется «Заявление о согласии на зачисление» с предложением обязательства представить оригинал не летом, а в течение первого года обучения. Также указывайте, чтобы вы не подали в другие вузы соответствующее заявление о согласии на зачисление. Таким образом, в рамках второго этапа зачисления по общему конкурсу закрываются оставшиеся 20% бюджетных мест, то есть все места бюджетные будут закрыты. И у нас есть прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Он имеет более поздние сроки. Вам надо будет, соответственно, заключить с университетом договор об образовании на обучение по программе бакалавриата или специалитета. Заключение договора будет проходить также в дистанционном формате с использованием информационно-темокоммуникационных технологий. Опять же, подавать оригиналное зачисление на договор не требуется. Вы также предоставляете заявление о согласии на зачисление. Но здесь уже и обязательства предоставлять в течение первого года тоже не нужно. И уже после зачисления на бюджет происходит, дорогие друзья, зачисление на договорные места. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание. Это информация о общих правилах поступления в 2020 году. Теперь большое спасибо за ваши вопросы. Я постараюсь на них ответить на большинство. Конечно же, очень мне хотелось ответить на все. Если, к сожалению, нам время не позволит, отвечу на, безусловно, большинство ваших вопросов. Так, дорогие друзья, сейчас начнем. Здравствуйте, вебинар будет только про бакалавиатный специалитет, про магистатуру нет. Дорогие друзья, сегодня мы с вами общаемся про бакалавиатный специалитет. Действительно, вопрос о вебинаре по магистатуре мы с коллегами из центра Альфа-диалог обсудим, безусловно. Если такая возможность будет, мы с удовольствием выслушаем. Здравствуйте, форма 086, факт о состоянии здоровья, нужна в этом году? Когда ее необходимо представить. Дорогие друзья, документы медицинского характера при приеме на бакалавиатный специалитет нужны для приема в СПБГУ. Только на две программы. Лечебное дело или стоматология. Но необходимо отметить, что, опять же, медицинские документы по особенностям приема вы представите в течение учебного года. В обязательстве, если вы поступаете на программы лечебное дело и стоматологии, зачитаетесь на бюджет, вы упомянете о том, что вы соответствующие медицинские осмотры, по результатам которых подавится справка, пройдете. Летом этого делать не нужно. То есть сейчас мы понимаем, что медицинское учреждение работает в особом порядке, учитывая, что педагогическая ситуация у нас определенно разворачивается. Поэтому сейчас срочно получать справку 086 не нужно. Вы упомянете в заявлении о согласии на зачисление о том, чтобы представить ее позднее. Здравствуйте. Какой документ будет решающим в составе списка зачисленных? Раньше это был аттестат, а в этом году. Итак, дорогие друзья, главное, да, альфа и омега приема, на такой взгляд, и специалитеты, это результаты ЕГЭ, плюс баллы за индивидуальное достижение. Да, если кто-то не сдавал ЕГЭ, имеет право проходить испытания, проводимые университетом самостоятельно, естественно, они также учитываются, заменяют собой ЕГЭ. Если есть равенство суммы конкурсных баллов, а конкурсные баллы, это баллы за каждое вступительное испытание и баллы за индивидуальное достижение. Аранжирование происходит, исходя из того, за какие конкретно вступительные испытания получены баллы. Необходимо учитывать, что, соответственно, есть табличка у нас на сайте, о которой я достаточно долго говорил, там есть приоритетность. Итак, если равная сумма конкурсных баллов, сначала смотрится сумма баллов за вступительное испытание, а потом уже по каждому конкретному предмету вступительного испытания, исходя из приоритетности. Поэтому, дорогие друзья, всем рекомендую еще раз таблички ознакомиться. Первое представление у вас уже возникло, когда мы с вами разбирали этот слайд. Но, конечно, самостоятельно нужно с этим документом поработать. Там есть ссылки на программы вступительных испытаний для тех, кто имеет право их проходить в университете, а также на программы дополнительных вступительных испытаний профессиональной или творческой направленности. А также есть ссылки на каталог образовательных программ СПБГУ, где достаточно подробно представлена информация о том, что вы будете изучать на этой программе, какие преподаватели работают на этой программе, какие места практик, предустройства, международные связи. То есть информация там достаточно обширная, интересная, представленная. Раньше, вот спрашивает абитуриент, раньше это был аттестат в этом году. Дорогие друзья, аттестат учитывается, но только, только после того, как мы посмотрели все ваши баллы в рамках вступительных испытаний. Конкретно разложили, скажем так, все по полочкам. Сейчас проблемы с учетом оценок в аттестате нет, потому что вы будете предоставить копии. Да, оригиналов подавать не надо, но по копиям мы сможем посмотреть информацию о том, какие у вас оценки. Но опять же, еще раз повторю, в подавляющем большинстве случаев 99,9% всех абитуриентов продается ранжировать по результатам вступительных испытаний. вступительных испытаний и баллов занимали достижения. Добрый день, хотелось бы узнать о том, как поступать будут ребята из регионов. Изменится ли программа, будет ли возможность очного обучения. Дорогие друзья, хотел бы сказать о том, что программы Санкт-Петербург, Университета, Бакуроводов и Специалитета, подавляющее большинство из них, реализуются в очной форме. Друзья, хотел бы сказать о том, что необходимо нам здесь понимать, что есть очная форма обучения, которая предполагает контактную работу. студента и преподавателя. Эта контактная работа может проходить в аудиториях, а может проходить с использованием дистанционных технологий, как она проходит сейчас, в силу предписаний Миноборнауки России, исходя из сложившейся ситуации эпидемиологического характера. Но в любом случае обучение очное. То есть вы работаете с преподавателем, вы видите его, вы используете определенные программы, работаете через интернет, но это все равно контактная работа, что отличает очное обучение от заочного. Ребята из региона поступать будут так же, как на самом деле жители Санкт-Петербурга, Москвы. Подача документов с использованием информационной системы СПБГУ, личный кабинет. Что касается учебы, то мы все очень надеемся на то, что обучение скоро станет опять нашим, скажем так, традиционным, который предполагает возможность посчитать аудитории, но в любом случае очное обучение университет обеспечит контактную работу студента и преподавателя. Так, дорогие друзья, добрый день, дочь призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьных 2020 года по английскому и итальянскому языкам. Зачислить ее СПБГУ в 2020 году на направлении лингвистикой приступительных испытаний, дополнительного ранжирования. Будет ли учитываться результаты ЕГЭ или достаточно иметь аттестат и диплом, что она призер? Дорогие друзья, вопрос задал Сергей, поздравляю вашу дочь с отличным результатом, это очень высокое достижение. Для поступления победителем и призером Всероссийской олимпиады школьников подтверждение результатами ЕГЭ не требуется, в отличие от олимпиад, которые включены в перечень Минобор науки России. Вы представляете копию аттестата, о среднем общем образовании, копию диплома призера Олимпиады школьников Всероссийской заключительного этапа и подаете заявление о согласии на вычислении. И имеете возможность зачисляться без вступительных испытаний. Опять же, привязка есть между программами и предметами Всероссийской олимпиады школьников на сайте университета, в разделе комиссия, поэтому, если такое совпадение не имеет места, друзья, очень вас приветствуем в университете. Подтверждать результатами ЕГЭ не требуется. Мы знаем, что в этом году такое рабочее решение, которое озвучивалось с коллегами из федеральных органов исполнительной власти, это выдавать аттестаты по текущим оценкам без проведения ЕГЭ, то есть идет разграничение. ЕГЭ в текущем году будет проводиться не в рамках аттестации, итоговой для получения аттестата, а для поступления в ВУЗы. Поэтому, если у нас абитуриент является предпризером Российской Олимпиады школьников по предмету, который соответствует интересующей образовательной программе, то в принципе ЕГЭ можно не проходить вообще, в том числе по русскому языку. Конечно, мы, наверное, рекомендуем все-таки ЕГЭ сдать, потому что, во-первых, русский язык везде учитывается при приеме. В ряде случаев абитуриенты размышляют иногда поступать без экзаменов на какую-то программу, в какой-то ВУЗе или все-таки по общему конкурсу на другую программу в другую раз попробовать. Нужно понимать, если вы не будете сдавать ЕГЭ, то вы сможете сдать только без экзаменов на определенную программу, которая соответствует вашей Российской Олимпиаде школьников. Но именно для поступления без экзаменов на конкретную программу там ЕГЭ в этом году уже не требуется. Это так. Такое есть. Работает ли СПБГУ с банками для предоставления выгодных уходов и кредитов для обучения? Есть ли какие-либо стихи для поступающих? Если да, то как их получить? Есть образовательное кредитование, есть такие программы, которые реализуют банковские организации по опыту прошлых лет. Это был Бибербанк, это был Почтобанк. В этом году информация будет актуализирована. плюс сами банковские организации конечно такую информацию предоставляют абитуриентам. Такой опыт есть сейчас, по 20-му году точно не буду говорить, потому что информацию нужно будет уточнить, но поскольку опыт имеется, я думаю, что шансы хорошие на 20-й год. Там льготные проценты по кредиту, поэтому да, такая поддержка абитуриентам, которые интересуют возможность обучения платной, да, существует безусловно. Дорогие друзья, различаются ли учебные курсы программ различных и вопросы о конкретных программах? Дорогие друзья, сейчас я, к сожалению, не имею возможности отвечать на вопросы по каждой конкретной программе, очень рекомендую ознакомиться с материалами на сайте университета, с каталогом образовательных программ. Также вы имеете возможность обратиться в университет по данным данным, который сейчас вы видите на слайде. Вам обязательно коллеги ответят, в том числе тех, кто преподает на данных программах, чтобы вы полностью представляли, чем будете заниматься в рамках учебы. Как происходит подача документов на бюджетную основу и на платную? Вы можете участвовать в конкурсе одновременно на обе основы обучения, и на бюджетную основу, и на договорную основу. Вы в заявлении о приеме указываете, что вас интересуют обе программы, распечатываете соответствующий файл, подписываете, там две программы, две основы обучения обозначены, галочки стоят, все отлично, сканируете, подаете. Здесь проблем не должно возникнуть. Добрый день, являюсь призером Олимпиады свободу этого года. Известно ли, когда их будут выдавать? Или, может, посоветуйте, кому обратиться насчет диплома? Денис Анатольевич задал вопрос. Денис Анатольевич, поздравляю вас, отличное достижение, ждем вас в Санкт-Петербургском университете. Что касается дипломов, к сожалению, в этом году мы не сможем провести торжественную церемонию награждения, которую мы всегда проводили, либо в актом знаниях, здания 12 коллегии, либо в прошлом году это был актомный зал нашего Смоленского кампуса. К сожалению, из-за обстоятельств эпидемиологического характера такая церемония не состоится. Вы сможете распечатать ваш диплом через сайт Российского Совета Олимпиад школьников rsrolim.ru после 7 июня, когда все вузы-организаторы Олимпиад туда информацию загрузят. Вы соответствующую форму диплома распечатаете, отсканируете и сможете приложить в личном кабинете поступающим. Вам будут начислены либо 100 баллов, либо вы сможете поступить без экзамена при подтверждении вашего отличного олимпиадного результата уже в этом ЕГЭ. Добрый день! Какое количество баллов за индивидуальные достижения можно получить, имея два диплома призера регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников за 10 и 11 класс? Дорогие друзья, нужно учитывать, что у нас во правилах приема есть информация о том, какое количество индивидуальных достижений в разделе учитывается. И подход такой, что это одно индивидуальное достижение, которое учитывается по соответствующему разделу. Раздел, да, достижения за интеллектуальные соревнования. Здравствуйте! Подавать документы лучше через сайт университета или через портал госуслуги. Дорогие друзья, в 2020 году при поступлении в университет вам необходимо пользоваться информационной системой СПБГУ. Пока что через госуслуги подать в университет документы возможности нет, поэтому заходите, пожалуйста, на abiturient.spbu.ru ссылка на личный объект наступающего через нашу информационную систему вы сможете подать документы. Так, вопрос. Планирую поступать на направление физкультуры, где подходит наступить на испытания? В каком формате они будут проводиться? Алиса задает вопрос. Алиса, спасибо за вопрос. Конечно, этим вопросом интересуемся активно и мы. Консультируюся с коллегами из Министерства науки и высшего образования. Мы им направили письмо. Очень надеюсь, что скоро мы сможем получить ответ на ваш вопрос. и вы сможете понимать, как вы будете соответствующее испытание проходить. Это вопрос непростой, безусловно, исходя из того, что такое физическое испытание, испытание по физической подготовке, и что нам нужно использовать дистанционные технологии. Вопрос прорабатывается, консультации идут. Надеюсь, что скоро получим ответ. Дорогие друзья, хотят сказать о том, что прием университета и обучения ведется не на факультетах, а по конкретным образовательным программам по направлению юриспруденции программы юриспруденции с глубинным изучением китайского языка права Китайской Народной Республики и респруденции с глубинным изучением японского языка права Японии. Количество бюджетных мест уже установлено. Это было сделано 1 октября 2019 года И такое количество, которое заявлено, оно и будет у нас актуально при приеме в 2020 году. Сведения о количестве есть, опять же, в том прекрасном документе, который называется таблица с информацией о перечне программы, ступитных испытаний и о количестве мест. В каком формате будут проводить доп. испытания в этом году? Ну, опять же, на всякий случай, еще раз повторю. При приеме на юриспруденцию дополнительных испытаний не предусмотрен. Вы поступаете по результатам ЕГЭ или, если вы имеете право сдавать экзамены внутри университета, по результатам этих экзаменов. Дополнительных экзаменов на юриспруденцию нет. Что касается испытаний профессиональной или творческой направленности, испытаний для тех, кто имеет право их проходить, значит, письменные экзамены будут проходить с использованием дистанционных технологий, с применением системы прокторинга, которая обеспечивает идентификацию личности участника экзамена, а также контроль соблюдения им правил проведения испытаний вступительных. Для того, чтобы мы понимали, что экзамен абитуриент проходил самостоятельно, а не пользовался недопустимыми справочными системами или ему кто-то, находившийся рядом, дал советы. Система прокторинга устроена по принципу умного интеллекта, который делает пометки, исходя из действий абитуриента. Если кто-то очень стильно и часто поворачивал голову, вставал со своего рабочего места, куда-то уходил без разрешения, все это будет помечено и мы сможем отсмотреть результаты такого участника экзамена. Поэтому, дорогие друзья, честность при проведении вступительных испытаний, безусловно, будет обеспечена. А технологически это делается через интернет, через компьютер, через камеру и микрофон. Вы перед началом экзамена продемонстрируете паспорт на камеру, а дальше будете под камеру выполнять вступительные испытания. А если нет возможности отсканировать, фото подойдет. Вы сможете сфотографировать ваши документы в хорошем качестве. В принципе, на современных гаджетах есть возможность сканирования, которое приближено к фотографированию. По сути, грань уже стирается. Поэтому главное, чтобы документы были читаемы. Здравствуйте. Если абитуриентов, имеющих право на зачтение БВИ, будет больше, чем мест на программе, они будут приняты все или есть принцип оранжирования уровня Олимпиад? Виктория Щербакова задает вопрос. Значит, Виктория, ответ такой. У нас есть порядок приема и правила приема. Порядок приема министерский документ, правила наш локальный документ. Там есть нормы, которые говорят о том, как будет уходить оранжирование. Конечно, принцип есть. Да, учитывается, является ли лицо победителем Олимпиады или призером Олимпиады. Это все имеет значение. Советую в правилах приема этот проект посмотреть. Я думаю, что все вопросы будут отвечены. В принципе, там достаточно подробно все расписано. Как подтвердить свою золотую медаль? Ульяна задает вопрос. Здесь нужно понимать, что сама по себе золотая медаль не играет роли. Некоторые органы власти, субъекты федерации выдают медали за успехи в учебе. Главное, чтобы аттестат был с отличием. Когда вы получаете три балла в рамках своих индивидуальных достижений. Соответственно, запись с отличием есть в аттестате среднего общего образования. Вы делаете скан-код, и там мы видим фразу с отличием. И начисляем вам три дополнительных балла. А когда университетские экзамены? Значит, ответ на этот вопрос точно с датами будет ясен, когда будет изъявлен федеральный нормативный акт, который устанавливает конкретные даты проведения единого государственного экзамена. Пока такого акта нет. Сейчас все определено с привязкой к дате окончания периода проведения ЕГЭ, а по сути к дате объявления результатов последнего ЕГЭ. Экзамены будут проводиться в период с 10 по 23 день календарный после окончания периода проведения ЕГЭ, то есть после оглашения результатов последнего единого государственного экзамена. Показываю чуть абстрактно, конкретика будет чуть позднее, дорогие друзья, мы обязательно даты разместим. Но в целом мы понимаем, что смещение будет на конец июля, а большая часть периода это август. Поэтому ориентируемся на первую половину августа, хотя конец июля тоже может быть затронут. Согласие на прием предоставить тоже онлайн или через личный кабинет? Да, онлайн, личный кабинет, он в принципе у нас, дорогие друзья, онлайн функционирует. Личный кабинет, информационная система с ПБГУ, которая интегрирована с нашей информационно-аналитической системой, которая обеспечивает учет документов поступающих, а также с сайтом университета с отделом приемной комиссии. Поэтому да, дистанционно, онлайн, через личный кабинет даете согласие. Что если есть ЕГЭ в резервные дни и нужно сдавать ДВИ? А какие сроки тогда подавать документы? Ну, дорогие друзья, смотрите, у нас будет определенный период проведения ЕГЭ, вам на этот период нужно ориентироваться. Что касается резервных дней после основного периода, то если у вас на данный момент ЕГЭ нет, и вы понимаете, что в основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году вы не сможете их пройти, к сожалению, вы не сможете поступить, да, если только вы не победитель или призер Всероссийской Олимпиады школьников заключительного этапа, и вам вообще ЕГЭ не нужно в протестах. В ином случае, к сожалению, поступить в этом году вы не сможете, поэтому нужно сдавать ЕГЭ в основной период, а пересечения между основным периодом сдачи ЕГЭ и сдачей экзаменов от университета, например, профессионального или творческого характера, не будет. Когда будет дополнительный период резервный период сдачи ЕГЭ, мы совсем не знаем в этом году, пока основной не знаем, поэтому посмотрим, что будет, но главное, чтобы на момент завершения приема документов, да, у вас результаты ЕГЭ были, потому что это необходимо для учета вас в ранжированном перечне, чтобы мы показали, какие у вас баллы. Да, если результаты ЕГЭ у вас будут позднее, к сожалению, вы участвовать в конкурсе не сможете. Поэтому мы понимаем, что на второй календарный, прошу прощения, на следующий календарный день после окончания периода приема документов, у вас появится режимная перечень, выступающая с информацией в результатах ступетных испытаний. Да, и, соответственно, к этому времени у нас должна быть информация о том, какие у вас результаты единого государственного экзамена. Сколько раз можно подавать согласие на заседание отзывателя ЕГЭ? Будет ли университет перемещать согласие в зависимости от указанного периода, приоритета и конкурса в ситуации? Вообще, в период приема документов, в период приема документов, количество раз на подачу согласия не лимитировано. В период приема именно документов. Мы вам рекомендуем, соответственно, подавать заявление о согласии на зачисление, тогда, когда уже идет период зачисления. Вы можете, например, подать один раз заявление о согласии в рамках поступления на первую волну. Потом, если вы проходите на более интересную, более приоритетную для вас образовательную программу, вы можете подать еще одно заявление на согласие на зачисление для второй волны. Эта опция есть. То есть не один раз можно это сделать в рамках первой волны и в рамках второй волны зачисления по общему конкурсу. Заявление о согласии на зачисление есть на сайте? Нет, на сайте нет, но будет, конечно, дорогие друзья, обязательно лично поменять форму, чтобы вы нажали кнопку, она распечаталась, и вы его подписали, предварительно, естественно, распечатав, потом отсканировали и загрузили. Дают ли дополнительные баллы или преимущества при поступлении за портфолио, в котором есть дипломы победителя различных конференций всероссийского уровня? Дорогие друзья, нужно понимать, что когда говорят портфолио применительное буклаврия, то речь идет о индивидуальных достижениях. Да, баллы начисляются за наличие документов, подверждающих те индивидуальные достижения, которые прямо указаны в правилах приема. Поэтому, если конференция не обозначена в правилах, а у нас есть определенные конференции, ну, скорее даже, конкурсы смотр научных работ, если это вот именно те достижения и соревнования, которые обозначены, баллы будут начислены. Если это конференция, которая не указана в правилах приема, к сожалению, баллы не начисляются. Сколько бюджетных местных исторических факультет на программы по направлению истории бюджетными местами безусловно установлены, количество мест вы можете посмотреть на сайте, в табличке, на табличке, которую мы с вами разбирали. Надо зайти на нее на сайт и чуть-чуть прокрутить вниз, чтобы найти историю. Как вы будете отслеживать, если люди подадут согласие на зачисление сразу в несколько вузов? Это вопрос, Светлана. Спасибо, очень хороший вопрос. Смотрите, друзья, во-первых, мы понимаем, что в особенности приема, утвержденных в Минобранауке России, есть указание на то, что абитуриент в заявлении о согласии указывает, что он в другие вузы не подает документы. Это первое. А второй момент. Есть федеральная информационная система государственной заготестации приема на обучение, куда данные абитуриента загружают все вузы. Эта система действовала и в прошлом году, и ранее действовала, достаточно известна всем, и не является каким-то новшеством. С помощью этой системы раньше отслеживалось, чтобы не было превышения пяти вузов для поступления. Если шестой вуз, то проходило блокирование, и нужно было отозвать из какого-то вуза документа. В принципе, я думаю, что подход будет тот же самый. Федеральная информационная система нам поможет для того, чтобы абитуриент не был зачислен в два вуза на бюджетные места, на программу одного уровня. Буквариат и буквариат. Поэтому я думаю, что, конечно же, через федеральную информационную систему ГИА и приема. Такие инструменты есть, они уверены, что будут нам доступны. Как будут проходить вступительные испытания в этом году? Дорогие друзья, в целом я на вопрос ответил. Система прокторинга использования дистанционных технологий. Вопрос от Дарьи. Если русский язык в формате ЕГЭ отменят, то как вступительный ЕГЭ, как вступительный ЕГЭ, не нужно будет сдавать? Ну, дорогие, как вступительный, не нужно его будет сдавать? Вот такой вопрос. Друзья, но ЕГЭ по-русскому не отменят. Это совершенно точно. Вам не нужно будет сдавать русский, чтобы получить эти стат, но вам нужно будет сдавать русский, чтобы поступить в ВУЗ. Поскольку русский язык учитывается при приеме на любую программу, в любой ВУЗ, если вы поступаете по общему конкурсу. По общему конкурсу. Если вы поступаете без экзаменов, как победитель или призывок с Российской Олимпиадой, в школе, да, там русский не нужен. Если вы поступаете по общему конкурсу, а большинство абитуриентов поступают по общему конкурсу, либо на местах пределах особой квоты, либо на местах пределах целевой квоты, там русский нужен. ЕГЭ по-русскому, безусловно, будет, дорогие друзья. Это совершенно точно. Так. Вопрос. Цитатность правил приема. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании, среднем полном общем образовании, так раньше аттестаты назывались, было, скорее всего, за полном образовании, значит, 3 балла. Что сейчас считается золотой медалью или серебряной? Или же сейчас не выдают их? В нашей школе есть только пометка в аттестате за особый успех в учении. Спасибо за вопрос. Дорогие друзья, сейчас, сейчас для выпускников 2020 года выдаются аттестаты о среднем общем образовании. Для получения 3 баллов необходимо, чтобы в аттестате была запись с отличием. Сам по себе документ о том, что у вас есть медаль за особые успехи в учении, она баллы не дает. То есть есть такие правила, которые предусматривают начисление баллов только за аттестат с отличием. Как понять, с отличием он или нет, очень просто. В аттестате есть такая запись с отличием. Вот из этого мы и исходим. Поэтому на медаль для выпускников 2020 года мы не ориентируемся. Мы ориентируемся на наличие аттестата с отличием. О чем должна быть запись? Извините, а можно здесь вопрос? Да, пожалуйста. Вот содержание сведений о награждении золотой или серебряной медалью. То есть зачем тогда вообще этот пункт в правилах приема, если на это не смотрят? Да, спасибо за вопрос. Смотрите, дело в том, что к нам поступают выпускники не только 2020 года, но и выпускники прошлых лет. Дело в том, что до того, как возникло новое регулирование, исходя из положения закона образования, был такой документ, который назывался аттестат о среднем общем, о среднем полном, не среднем общем, как сейчас, а среднем, сколько в полном общем образовании. И вот там делается соответствующая пометка. То есть этот пункт ориентирован на выпускников прошлых лет. Например, 10 лет назад школу закончил, человек может поступать на бакалавриат. Для выпускников 2020 года именно аттестат с отличием. Вот. Надеюсь, что ответил на вас вопрос. Можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, если победитель Всероссийской Олимпиады, призер, вот будут на направлении их 50 человек, а бюджетных, без только 20. Как будет в этом случае? Есть у нас, да, спасибо за вопрос, есть у нас правила ранжирования, те, кто имеет возможность зачисляться без вступительных испытаний, они у нас включены в правила приема, как я уже говорил, в зависимости от того, являются ли победителями или призерами интеллектуальных соревнований Всероссийской Олимпиады, Перечисленной Олимпиады, это учитывается. Подробная раскладка есть у нас в правилах приема. Соответственно, хочу что сказать. Вообще у нас таких случаев не возникает фактически, поскольку мест в университете бюджета достаточно много, плюс надо понимать, что университет дает возможность поступать без экзаменов. Не всем победителям или призерам Олимпиад, которые включены в Великобритании, в Великобритании России, например, а это может быть только победители Олимпиады первого уровня, на самые рейтинговые, востребованные образования. Или победители призер Олимпиады первого уровня, или, соответственно, победители призер Олимпиады первого уровня, а победители Олимпиады второго уровня. То есть, например, для Олимпиады третьего уровня у нас по факту без экзамена вообще возможности поступать. Поэтому, как правило, такого перехлёста, скажем так, не возникает. Но формально ранжирование имеется, и правила тоже существуют, поэтому рекомендую с правилным приёмом ознакомиться, и ответ на наш вопрос будет да. Добрый, ещё тогда параллельный вопрос. Если девочка планирует поступать в университет призёра Всероссийской Олимпиады, в то же время её очень интересна архитектура, и она хотела бы попробовать на архитектуру, но уже безусловно приняли в гитарском основном конкурсе. Она может подать на БВИ университет и параллельно в основной конкурсу в гитарском. Спасибо за вопрос. Правильно я понимаю, про архитектуру мы говорим примерно к другой образовательной организации. Да. Такая возможность есть. Вы можете подать в университет БВИ, а в другой организации в общем конкурсе участвуют. Такая возможность есть. По БВИ ты можешь подать только один раз в одно место. Правильно? Да. Один раз в одно место. Есть такая особенность, что в принципе абитуриент может подать заявление о согласии в один ВУЗ, поступая в БВИ, а в другом ВУЗе проинформировать, что он тоже хочет поступать в БВИ, но согласие подано в другую организацию. В таком случае в двух ВУЗах ему выставляются эти конкурсы БВИ, но если человек хочет все-таки перенести свое заявление о согласии на зачисление, он должен это сделать до истечения второго календарного дня после периода приема документов. То есть, по сути, это все равно будет только один ВУЗ. Но такая опция есть. То есть подать заявление о согласии в один ВУЗ, другой проинформировать о том, что он подал заявление в другой ВУЗ, но тоже хочет БВИ активировать. Тогда типа конкурса будет БВИ, но чтобы зачислиться БВИ, нужно до истечения второго дня и перенести заявление о согласии. Такие правила есть в министерском порядке приема. Спасибо. Но хочу сказать о том, что это крайне редкие ситуации. В прошлом году у нас во всем университете только одна была. Обычно все определяются уже более-менее сразу. Ну просто БВИ только в университет распространяется, в ГАСУ БВИ у нас тут походят. Там основной конкурс в любом случае. Это можно, это пожалуйста. Да, здесь вы не ограничены возможности, потому что все равно три вуза. Прошу прощения, пять вузов, три направления. Поэтому БВИ, ГАСУ можно. Спасибо большое. Здравствуйте. Можно вопрос? Да, здравствуйте, конечно. Дочь является будущим абитуриентом этого года и является гражданкой иностранного государства, в частности Казахстан. Зимой мы зарегистрировались в ближайшем к нам, это город Челябинск, на сдачу ЕГЭ. Как иностранные граждане мы можем его сдавать только в резервные дни основного периода. То есть это оговорено правилами ЕГЭ. То есть мы не можем в основную волну сдавать ЕГЭ. Я правильно вас понимаю, что мы тогда в таком случае лишаемся возможности быть зачисленными в университет по результатам ЕГЭ? Спасибо, отлично, что вы этот вопрос задали. Смотрите, на самом деле у вас ситуация совершенно, я бы даже сказал, противоположная в плане ваших шансов на прием. Почему? Во-первых, по ЕГЭ, да, поступать по ЕГЭ вы не будете, но вы можете использовать другие возможности. Какие? Первое. СПБГУ в соответствии с решениями на Барнауке России имеет право самостоятельно проводить отбор иностранных граждан на определенное количество мест. У нас вот сейчас еще идет прием документов до июня. Я рекомендую вам с правилами приема иностранных граждан ознакомиться и подать документы. А да, спасибо. Мы подали это, да? Да, мы это сделали. Мы рассматриваем все варианты, то есть, а все-таки... А дальше? Да, спасибо. Вы можете поступать на равных правах, сдавая экзамены, которые университет проводит постоянно, потому что иностранный гражданин. Вот я говорил, когда про категории, там иностранные граждане к этим категориям относятся. Независимо от того, есть у вас ЕГЭ или нет, когда вы его там пройдете или не пройдете, а вы не успеваете его пройти, как вы сказали, вы можете через прокторинг пройти экзамен, который будет университет организовывать. Это без проблем, поскольку у вас иностранное гражданство. Спасибо большое. То есть, получается, смысл выезжать нам на территорию РФ и сдавать ЕГЭ, потому что мы его собирались сдавать именно для поступления в Санкт-Петербургский государственный университет. В смысле, на сегодняшний момент, я так понимаю, нам даже... Да, да, все верно. Вы можете пройти через прокторинг, через дистант экзамены при поступлении на равных правах с гражданами России. Спасибо большое. То есть, за компьютером будете находиться у себя в городе и проходить. А первая опция – это поступление на места для иностранных граждан. Приезжать в Россию не требуется для поступления. Вот в первом... В этом году впервые такая есть возможность именно в части поступления на равных правах. Потому что раньше надо было приехать в Санкт-Петербург и сдать экзамены. Теперь вы, соответственно, можете пойти в экзамен у нас. Но какая здесь разница? Разница только в том, что с результатами вступить в воспитание с ПБГУ, вы можете только в СПБГУ поступать. Если вы на равных правах захотите в другой ВУЗ поступать, вы, конечно, там должны будете сдавать экзамен, но они тоже будут через систему использования дистанционных технологий, но это надо будет несколько раз делать. Понятно, что ЕГЭ, они используются при приеме во всем. В этом разница. Это безусловно. Да-да, мы поэтому и планировали сдать ЕГЭ, потому что мы боялись, что вступительные испытания могут в разных университетах наслоиться одни друг на друга, и поэтому мы рассматривали варианты. Ну, это да. Ну, вам здесь надо решить для себя, что для вас лучше. Спасибо большое, спасибо. Да, спасибо. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Да, слушаю. Пожалуйста. Когда будут вывешены даты проведения вступительных экзаменов? Да, спасибо за вопрос. К сожалению, пока я вам точную дату размещения информации не могу сказать, потому что здесь должен быть издан федеральный нормативный акт, который определяет расписание ЕГЭ. Пока на сегодняшний день он еще не издан, но я думаю, что, конечно, в ближайшее время будет он издан. Как только он появится, мы, конечно, информацию разместим. Пока, к сожалению, вам ответить точно нельзя на этот вопрос. Это можно посмотреть на сайте или где-то в другом месте? Ну, смотрите, во-первых, это точно будет на всех новостях, что издан нормативный акт. А дальше это будет у нас на сайтах в вузах появляться. Я думаю, что и на сайте Министерства науки и высшего образования тоже, конечно, будет информация о сроках приема документов, да, о тех процедурах и зачислениях. Благодарю. Да, спасибо. Да, друзья, есть ли еще вопросы? Да, конечно, конечно. Вопросы еще раз касательно вот этих медалей. Просто вот подумали, что такая система, она может немного нарушать принцип честной конкуренции. Выходит, что человек 10 лет назад, получивший серебряную медаль, то есть закончивший год не с отличием, получает эти три балла к учету индивидуальных достижений. Но в этом году человек с такими же успехами не получает эти три балла. А вот смотрите, да, вопрос хороший. Здесь просто нужно понимать, что требования для выдачи золотой или серебряной медали, которые были ранее, как они соотносятся с требованиями для получения аттестата с отличием? Вот. Я, к сожалению, сейчас вам точно этот ответ не скажу, потому что вопрос, связанный с общим образованием, надо посмотреть документы. То есть соответствует ли аттестация отличия, например, только золотой медаль или он соответствует и серебряной медали. Но в любом случае такое регулирование есть, оно на министерском уровне возникло, поэтому мы его воспринимали, если в свои правила. Вообще просто с этим вопросом нужно чуть более подробно разобраться, чему соответствует аттестат с отличием, исходя из того, что раньше требовалось серебряной или золотой медали. Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо. Можно? Да, 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 конечно. Вопрос. Вот по представленному e-mail, который сейчас на экране, абитуриент, собака СПБГУ. Если я задам вопрос... СПБУ только, прошу прощения, что передавание, СПБГУ, а СПБУ.ру. Извините. Если я задам вопрос, то могут ответить представители биологического факультета на конкретно вопросы по преподаванию на этом факультете? Ну, смотрите, вы ваши вопросы сформулируете, коллеги, которые работают с данным адресом почтового ящика, естественно, свяжутся с того, что педагогическими работниками, которые преподают на этой программе, и мы сможем вас сориентировать. Подготовка ответа какое-то время займет, но, естественно, ответы на свои вопросы вы получите. Просто я сейчас, к сожалению, конкретику по программе не могу прокомментировать, по биологии. Я думаю, что вы знаете, да, в этом году у нас новая программа объявлена для приема биологии, биоэнженерной технологии. Впервые пока у нас там только платные места, но мы взаимодействуем с компанией Биокад, достаточно известны для того, чтобы те, кто будет зачислены на определенное количество студентов, получили стипендии, покрывающие стоимость обучения. Вот. А по деталям, которые связаны с дисциплинами, с тем, как проходит освоение образовательной программы, я вот рекомендую вам вопрос сформулировать, и мы, конечно, ответим. Спасибо. Вот. Такой вопрос. Если у программы ничего не указано про международные связи, это значит, для данной программы их нету? И второе, у вас, если указано, что программы на русском и на английском языках, это что значит? Да, спасибо. Смотрите, но в целом международные связи университеты есть как у образовательной организации, поэтому если почему-то в каталоге просто нет такой записи, ничего страшного, в том смысле, что нет, конечно, студенты этой программы тоже могут участвовать в конкурсе, например, для обучения за рубежом, да, в академическом обеимстве, о котором я говорил чуть раньше. А что касается, значит, надписей на русском и английском языках. Здесь нужно понимать, что у нас ряд дисциплин может осваиваться на русском языке, преподаваться на русском языке, какие-то дисциплины могут преподаваться на английском языке. Для того, чтобы понять какие-то дисциплины, какое количество дисциплин преподаваемых на русском и преподаваемых на английском, я рекомендую вам ознакомиться с учебно-методической документацией. Учебным планом образовательной программы вы можете зайти на сайт svbu.ru, прокрутить в самый низ, там есть раздел «Сведения об образовательной организации», выбрать подраздел «Образование», и там есть ссылка на учебную методическую документацию. Находите интересующую вас образовательную программу, открываете учебный план, и там есть конкретная разбивка. Во-первых, в каком семестре какие дисциплины изучаются, а во-вторых, на каком языке проходит преподавание. Если там написано, сколько на английском языке, значит именно эти дисциплины на этом языке и преподаются, и на русском. То есть здесь не на выбор студентов полностью на русском будет учиться или полностью на английском, а в зависимости от дисциплины. То есть, например, большинство дисциплин на русском и какие-то дисциплины на английском языке. Когда делается запись на русском и на английском языке. Опять же, по конкретике вам нужно сориентироваться, исходя из учебного плана. Поняла, спасибо большое. Да, спасибо, друзья. Можно тоже задать вопрос. Конечно. Смотря информацию о перечнеобразовательных программ на сайте PDF-файл, на каждом направлении теперь указано два предмета. То есть, получается, в этом году вступительных испытаний будет составлять только два предмета ЕГЭ? Нет, нет, нет. Там у нас три предмета. Ну, я на сколько вот сейчас нахожусь, вот сейчас... А вы табличку именно для российских граждан смотрели? Да. Так, ну вот давайте я сейчас тоже с вами вместе открою, потому что у нас информация, которая на сайте. Ну вот я вижу три. Смотрите, абитуриент.спу.ру, слева раздел бакалавриат, правильно? А, да, 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 да. Слева раздел бакалавриат. Потом выбираем, соответственно, плитку, перечень образовательных программ. Выбираем верхнюю, самую верхнюю перечень образовательных программ для граждан РЭС и поступающих на равных правах. Самый верх. Открываем, и там три вступительных испытаний. Да, прошу прощения, у меня почему-то еще раз-два открывалось. Ну вот, отлично, разобраться. Спасибо большое. Да, друзья, есть ли еще вопросы? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Что требуется в этом году от родителя, если абитуриенту на момент поступления не будет 18 лет? Ну, смотрите, у нас в любом случае заявление о приеме подписывается самим абитуриентом. От родителей что-то требуется дополнительное в случае, если поступление идет на договорные места. А если это бюджет, если это бюджет, то, в принципе, разницы нет между тем 17 лет абитуриенту или 18. Опять же, вы собственноручно подписываете заявление, сканируете, загружаете, на свое имя оформляете личный кабинет. Поэтому здесь дифференциации какой-то нет. Именно в рамках процедур приема на обучение. Поскольку есть там нормативные документы при приеме на другие уровни образования, если это общее образование, там, естественно, в родителе небольшая роль. А при приеме на программу бакалавриата, например, порядок приема в министерстве, он особенности каких-то части подачи документов, зачисления, непредполагательства. Но все равно это те документы, которые собственноручно подписываются на бюджетриенту. И заявление о приеме, и заявление о согласии на участие. Понятно, спасибо. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, еще раз, какие сроки подачи документов для поступления в университет? Конкретные даты пока не определены. Сейчас у нас есть запись правил приема, исходя из того, что в министерском приказе прием документов завершается на 23-й календарный день после объявления организатора в последнем единице. Точная дата, надеюсь, что очень скоро будет известна, мы, конечно, о ней проинформируем. Пока только вот так, в 23-й день. А начинается когда? 20-го июня. Ага, все, спасибо. Да, спасибо. А вот такой вопрос еще. А если во время дистанционных экзаменов выбьет интернет? Ну, смотрите, у нас есть, конечно, определенные требования к оборудованию, к интернету. В целом, мы надеемся, что таких проблем у абитуриентов не будет, но прорабатываем вопрос о возможности повторного входа, да, если такой перебой возник. У нас будет возможность проверять, соответственно, и с чем связаны сбои, с чем связаны сбои, для того, чтобы дальше уже определить по вине или не по вине абитуриента. Пока сейчас точно на ваш ответ, к сожалению, не дам, на ваш вопрос, к сожалению, не дам ответ. Будет перед началом периода проведения вступительных испытаний методические рекомендации для абитуриентов, что нужно делать, как подключиться, как проходить экзамены, где все это будет описано. Пока не могу сказать на 100%, что если выйдет интернет, ничего страшного. Пока, к сожалению, не знаем, мы вопрос прорабатываем. Будем смотреть, как это сделать с наименьшими потерями для абитуриентов, конечно. Потому что понимаем, ситуация разная в разных регионах всякая бывает. Друзья, есть ли еще какие-то вопросы? Здравствуйте, можно? Здравствуйте, да, 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 да. Вопрос такой, институты как-то, не знаю, собираются выделять определенные места бюджетные для ЕГЭшников или все в этом году отдаются Олимпиадникам? Потому что, насколько я понимаю, шансы даже у ЕГЭшников, которые сдают на 300 все три экзамена, малы с точки зрения того, что приоритет все равно у Олимпиадников. Собственно, это как быть. Спасибо за вопрос. Ну, смотрите, в принципе, в университет всегда поступало много Олимпиадников, но все равно у нас большинство поступает по общему конкурсу. Так ли? Ситуация 2019-2020 учебного года. Значит, если мы говорим про Олимпиады, которые проводятся в соответствии с порядком, утвержданном Миноборнауке, да, и в соответствии с перечнем, включенных перечнем, то тут большой разницы нет. То есть у нас какие-то Олимпиады не успели завершиться до введения всех ограничительных мер, но они вот сейчас в мае проведены с использованием дистанционных технологий. Там нет никакого какого-то огромного или вообще значительного увеличения количества победителей-призеров. Здесь все, в принципе, на уровне прошлых лет. Количество победителей-призеров этих Олимпиадов. Далее, если мы говорим о Всероссийской Олимпиаде школьников, да, в прессе неоднократно звучала информация о том, что все, кто вышел в заключительный этап, набрал необходимый балл, будут признаны призерами. Но опять же в прессе коллеги Министерства просвещения говорили о том, что увеличение в целом незначительное по стране. То есть это может быть увеличение, не знаю, на 10-15%. Но это в масштабах Российской Федерации. То есть на каждый вуз увеличение будет совсем-совсем маленькое. Поэтому всех призываю, кто поступает в общий конкурс, у друзей, здесь не расстраиваться и не опасаться того, что Олимпиадники займут все места. Безусловно, такого не будет. Во Всероссийской Олимпиаде школьников увеличение очень-очень небольшое. И то оно фактически ложится на всю страну в целом. Поэтому все шансы у вас будут. И примитесь хорошо сдавать ИГ. Надеюсь, мы узнаем, когда точно будет проводиться. Хорошо, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, для приезжих из регионов общежития с общежитием нет никаких проблем? Для всех предоставлений. Да, спасибо за вопрос. Всем иногородним студентам предоставляется общежитие. Университеты есть общежития в разных районах Санкт-Петербурга. Есть общежития в Василиостровском районе, в Невском районе. Это районы, которые достаточно, особенно в Санкт-Петербурге, достаточно близки к корпусам и деталям занятия. Есть общежития чуть подальше, да, в Ватцовом районе. Там у нас кампус и корпуса, где учатся студенты физико-математических и технических направлений. Если студент учится, скажем, в центре города, он может быть поселен в Петербурге. Да, там надо же добираться дольше, там порядка полутора часов или часа сорок. Но, во-первых, место будет точно предоставлено в общежитии. Во-вторых, занятия по многим программам начинаются, скажем, в 10 утра, в 9 и не в 8, то есть экстремально рано отставать не надо. А в-третьих, у нас есть такая опция переселения из общежития в Дворцовом районе Санкт-Петербурга. Это пригород, общежитие, скажем, в Василиостровском районе. Поэтому возможности есть, точно будет общежитие. Плюс, если абитуриент поступит и будет зачислен, и его поселят в кампус в Дворцовом районе, там хорошая инфраструктура, социальная, спортивная, все возможности для развития интеллектуального, физического, творческого. Поэтому кто-то сознательно не переезжает в общежитие в центре города. Кто-то переезжает, такая опция тоже будет. Скажите, это зависит от факультета, да? Зависит, куда поселят от баллов в ЕГЭ. Чем выше балл, тем больше вероятность, что абитуриенты поселят на Васильевский остров. И от категории. Те, кто поступает без экзаменов, они, естественно, поедут преимущественно на Васильевский остров. По особой квоте, да, там инвалиды, сироты, ну, социальная. И те, кто имеет высокий балл в ЕГЭ. Те, кто пониже, они, конечно, в основном, как говорится, заселяются в Дворцовый район. Но, опять же повторю, есть возможность переселения через какое-то количество времени. Понятно, спасибо. Спасибо. Можно спросить вот по поводу общежития. Вот достроили эти общежития в Петергофе, которые новые строили? Вы имеете в виду Стрельну? Да. Там, где кампус, где менеджер. Да-да-да, именно этот. Ну, на финальной стадии, на финальной стадии, надеемся, что в течение какого-то времени обозримого будет введено в эксплуатацию. Пока не могу сказать, что они точно будут использоваться при заселении в 2020 году, скорее, чем да. Но тут профильные коллеги, которые занимаются математической базой, ответят лучше. К сожалению, я вам точно сейчас ответ не могу дать, который может рассматриваться как официальный. Но, насколько мне известно, готовность высокая, но пока вот в тексте мы видим. Друзья, есть ли еще вопросы? Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, предоставляется ли обучающимся возможность... К сожалению, связь пропадает. Предоставляется ли возможность проходить практику, обучающуюся компанией? К сожалению, не слышу вопрос. Если можно, еще раз, связь прерывается. Предоставляется ли обучающимся возможность проходить практику? А, практику, правильно, возможность прохождения практики. Я верно услышу? Да. Да. Смотрите, практики – это часть учебного плана. У нас есть учебная практика, есть производственная практика. Все студенты в обязательном порядке их проходят. То есть это однозначно здесь, как говорится, по-простому без вариантов. При этом у нас учебные практики значительное количество проводятся в клиническом формате, так называемом. Когда студенты по заказу организации, сторонних организаций, либо же по обращению к государственным гражданам, которые относятся к социально защищенным группам населения, в рамках своей профессиональной области выполняют задачи, результаты которых востребованы либо этим организациям, либо гражданам. Например, у нас есть практика для студентов-юристов в формате юридической клиники, когда граждане, у которых они пенсионеры, у них не очень высокие доходы, они обращаются в университет, задают свои конкретные вопросы, связанные с правовыми проблемами, и студент под руководством преподавателя эти вопросы непосредственно прорабатывает в значительной степени, 95% состоит, когда его контролирует преподаватель, но это непосредственно работа самого студента. По другим направлениям то же самое. То есть студент не погружается в профессию, уже будучи на трессе, например, в курсе. Поэтому практика, конечно, есть, это могут быть и клинические, и неклинические практики, но без них никак. Производственные практики это в значительной степени уже деятельность близко к профессиональной деятельности, то есть к работе в организации. Студент начинает понимать, как там организована работа, какие задачи решаются в организации, а что нужно делать, чтобы их успешно решать. То есть максимально приближены уже к трудовой деятельности. Практики проходят все, без практик точно ни один студент в СССР не окажется, и по своему собственному опыту студенческому могу сказать о том, что практики в клиническом формате, в частности в формате юридической клиники, очень полезны для становления студента уже как профессионала. Потому что студент должен самостоятельно разрабатывать проблематику, искать пути решения, которые найти, на первый взгляд, не так просто, поскольку те проблемы, которые ставят перед нами клиенты, они не типизированы, они все уникальны, нужна проработка материала. Конечно, это очень большой плюс для профессионального развития студента. Спасибо. Будьте добры, вопрос. Да, да, здравствуйте, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, если абитурент в этом году, например, набирает не очень большое количество баллов, но поступает, например, на какой-то факультет, и первый курс он обучается, а в следующем году он все-таки хочет поступить туда, куда он изначально планировал, например, в другой даже вуз. Это будет поступление уже как на платное обучение, или все-таки он не использовал свой шанс бесплатного, отучившись один курс? Да, спасибо за вопрос. Смотрите, дело в том, что федеральное законодательство, оно предполагает возможность осваивать несколько образовательных программ параллельно, если, например, ситуация существует такая, которую вы описали. Человек закончил первый курс на бюджете. Может поступать в этот же вуз или в другой на бюджет. То есть он не должен отчисляться. Мы не говорим о том, что он не имеет права поступать на бюджет. Он может поступить и вообще учиться параллельно. Конечно, очень сложно по объективным причинам, потому что нужно осваивать гораздо больше материала. Но право такое есть. То есть через год поступать в другой вуз или в тот же вуз на другую программу можно. На плату нужно переводиться только, если будет диплом бакалавра, да, там через три года. А, собственно говоря, три года будет, если мы возьмем какую-то идеальную ситуацию, когда человек справляется с нагрузкой по двум программам, он будет и там, и там учиться на бюджете. Спасибо большое. Друзья, есть еще вопросы? Можно вопрос задать? Да, да, да. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что согласие на зачисление также подается через личный кабинет? То есть личного присутствия в вузе ребенка для этого не требуется? Да, вы совершенно правы. То есть, если, например, на момент зачисления ребенок будет находиться где-то в другом регионе и не сможет приехать, он может также через личный кабинет? Да, да, да. Это не... нахождение в другом городе, регионе не создает никаких проблем. Оригинально будет предоставить в течение первого года, когда студент уже приедет на учебу. Да, да, спасибо большое. Да, спасибо. Можно вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот Роспотребнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ 19 июня, а вы сказали, что 20 начинается прием документов, или я что-то неправильно поняла? Да, 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 правильно сказал. Смотрите, надо всегда учитывать, что к нам могут поступать выпускники прошлых лет. Они могут иметь уже на руках результаты ЕГЭ, аттестаты, и они будут подавать 20 июня. Все понятно. Но мы пока ориентируемся на 19, да? Ну, давайте дождемся федерального нормативного акта, пока обсуждение в прессе будет. Мы, поскольку работаем с документами, мы дождемся издания документов, и потом официально объявим, какие будут даты. Хорошо, но если, не дай бог, перенесут на август, как уже говорилось, то какой алгоритм тогда будет у вас, у университета? Ну, смотрите, пока мы ничего не можем сказать об этой ситуации. Мы руководствуемся теми приказами, документами, которые изданы. Пока есть привязка по тем датам и срокам, которые я обозначил. Если это будут месяцы, не июнь, а дальше, значит, скорее всего, на федеральном уровне тоже будут какие-то корректировки. Мы будем их воспринимать. Пока предлагаю исходить из того, что есть на данный момент. Спасибо. Можно еще вопрос? Да, конечно. По поводу трудоустройства меня интересует. После окончания университета есть какая-то там у вас возможность трудоустроиться? Или это уже там дети сами? Да, спасибо. Ну, смотрите, я уже озвучивал информацию о нашем партнерстве с организациями работодателями, с профессиональными сообществами. Формального какого-то распределения или направления нет. То есть в обязательном порядке осуществляют профессиональную деятельность в определенной организации только те студенты, которые имеют договор о целевом обучении. Если это другие студенты, то они самостоятельно ищут работу. Но по тому, что мы знаем, крайне высокий процент рабоустройства. Во многом, исходя из того, что, ну, во-первых, университет, как я уже сказал, не лезьте ради самому себе. Именно наша организация является одним из ведущих вузов России, что подтверждено в том числе авторитетного международного инвестия. А во-вторых, это не просто какие-то там слова пустые, а работодатели, реальные виды, чем мы занимаемся в рамках нашей образовательной деятельности, да? Они работают в МК, они предлагают, чему наши студенты должны учиться там в большей степени, чему в меньшей степени, какие дисциплины. Темы совых выпускных коллекционных работ. Поэтому, исходя из того, что подтверждение достаточно обширное, уже там на этапе окончания вуза в значительной степени студенты имеют представление, чем они будут заниматься после получения диплома. То есть работодатели приглашают наших студентов. Да, это не каждый, конечно, не каждый, но будет такое приглашение в обязательном порядке. Но диплом из ПБГУ, он имеет значительное преимущество, исходя из того, что эта корочка, да, которую получают выпускник, она подтверждена содержанием. И даже вот какой-то такой, казалось бы, незначительный аспект, что с этим содержанием можно ознакомиться через QR-код. Вот он уже создает определенное представление работодателя, да, то есть вот заплот, рецензия, вот там выступление на каких-то конференциях, может быть, у кого-то статьи уже есть, у таких достаточно много, после качания, бакалаврия. Поэтому, собственно говоря, репутация университета, которая обеспечена реальным содержанием работы, она приводит к тому, что у нас поболевающее божество студентов, уже будучи выпускниками, успешно будет работать. Хорошо, спасибо. Извините, можно еще вопрос? Да, конечно. А будет ли возможность сдать тревузовские экзамены с территории другой страны, например, с Казахстана? У нас каких-то запретов точно не будет. Я думаю, что здесь вопрос технического характера, я думаю, что с Казахстаном точно никаких проблем не будет, там интернет хорошо работает, в принципе, как в любом городе России, поэтому я не вижу препятствий. По крайней мере, формальных запретов точно никаких нет. И еще вопрос. Вот реально ли поступить в ваш ВУЗ, если набираешь по ЕГЭ, где-то в среднем 215-230 баллов? Ну, смотрите, я рекомендую вам ознакомиться с информацией о приеме прошлых лет, я уже об этом говорил. Конечно, почти на все программы балл выше. Балл выше, но какие-то отдельные программы, где-то он может быть в таком оранжире, в таком диапазоне. Конечно, если мы берем в среднем зачисление на бюджет по университету в целом, да, балл высокий, конечно, он может пугать кого-то, но он высокий. Естественно, в среднем, если мы умножаем на 3, да, он по одному приближает 92, 92 умножаем на 3, но там 80. Я имею в виду на коммерцию. А, на коммерцию, но на коммерцию ситуация другая. Вам нужно обязательно набрать минимальный балл. 230 на коммерцию, в принципе, вариант хороший. Вариант хороший и шансы уже очень хватит. Хорошо, спасибо, понял. Друзья, есть ли у нас еще вопросы? Да, здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что подача документов будет с 20 июня, но это в любом случае, даже ЕГЭ, если перенесут, например, на июль? Да, в любом случае у нас действует порядок приема в министерстве, в министерстве, значит, норма о 20 июня, как дате начала приема документов, не изменена, прием 20 июня точно начинается. Выпускники прошлого лет будут покупать вот в первые, в дни, недели, соответственно, периодов приема документов были. Месяц еще. Да, может быть и месяц, к сожалению, мы сказать пока точно не можем. Надеюсь, что не месяц. Да, ясно, спасибо. Да, спасибо большое. Друзья, есть ли еще вопросы? Дорогие друзья, если вопросов больше нет, большое вам спасибо, мне очень интересно было с вами сегодня пообщаться. На слайде вы видите информацию о контактах Санкт-Петербургского государственного университета, информационный центр приемной комиссии у нас действует. Мы никуда не ушли, ни в отпуска, никуда-то еще далеко и надолго. Как говорится, мы, безусловно, работаем, да, мы работаем в информационном формате, но обязательно будем отвечать на ваши вопросы, которые, безусловно, у вас возникли и по телефону. Вы телефон видите, код города 812. Дальше номер 3636636. У нас действует почтовый ящик Gmail на информационном центре абитуриент собака.ru. Не стесняйтесь, звоните, пишите обязательно на все ваши вопросы, будут даны ответы. Друзья, большое вам спасибо за внимание. Коллег из центра Альфа-Диалог, еще раз очень благодарю за возможность выступить перед вами, поскольку мы все, конечно же, чувствуем и понимаем, что сейчас из-за определенных аспектов неопределенности, да, такая тавтология получается, нужно рассказывать о том, как будет проходить поступление. Я надеюсь, что вам было интересно и вы узнали что-то большее, чем знали до этого об университете и о процедуре поступления. Поэтому, дорогие друзья, большое всем спасибо. Я желаю всем удачи на едином государственном экзамене, потому что он имеет выделяющее значение для вас при приеме. Я уверен, что вы хорошо подготовлены, у вас еще есть какое-то время, что подготовиться еще лучше, я уверен, что вы используете его очень хорошо и продуктивно. Вот, большое вам спасибо, друзья, за внимание. Я, все мои коллеги из Санкт-Петербургского университета в целом будем рады вас видеть в качестве абитуриентов летом, потом уже в стенах университета в качестве студентов, начиная с сентября 2020 года. Спасибо большое. Да, уважаемые участники, благодарим вас за сегодняшнюю встречу, особенную благодарность также хотим выразить Александру Леоновичу Хорфрудяну, начальнику управления по организации приема Санкт-Петербургского государственного университета. Призываем вас подписываться на нашу группу ВКонтакте и в Инстаграме и оставлять отзывы о сегодняшней встрече. Контактную информацию вы видите на слайде. Мы будем очень признательны вам за обратную связь. И от лица центра сообщаю, что следующая встреча в нашей онлайн-студии, в онлайн-студии Альфа Диалога, состоится завтра. Мы будем рады вас видеть. Всего доброго.